Привет, ребята! Я знаю, что вы любите мои влоги из дома, но сегодня мы с вами едем на дачу! И я не знаю, что из этого выйдет. Блин, мне надо собираться, надо собрать косметичку. Мы сейчас со Славой и с Евгеной поедем на дачу к моей маме, потому что там, представляете, я снимала прошлый влог, и у меня целых три файла удалилось, но я вам об этом говорила. Не то, что они удалились, они просто были повреждены, я не знаю, почему, и меня это очень сильно напрягает на самом деле, потому что мне хочется чувствовать себя в безопасности и хочется чувствовать свои файлы в безопасности тоже. Если я что-то снимаю, я это снимаю, и я хочу, чтобы это осталось, понимаете? Я думаю, вы меня понимаете. В прошлом влоге я рассказывала, но это все удалилось, рассказывала, почему мы поедем на дачу. У нашей семьи есть костоправ, это не личный наш костоправ, просто у нас есть контакт костоправа, к которому давным-давно еще ходит мой отчим, и он ему вправляет все кости, чтобы по кайфу ходить, чувствовать себя. У меня тоже иногда бывают проблемы, были проблемы с шеей, я ходила на специальные лечебные массажи. Этот таймер говорит о том, что я должна поесть, потому что прошло полчаса, как я выпила пребиотик, пробиотик. Сейчас я собираю косметику. Так вот, к этому костоправу уже сходила моя мама, мой брат, также к нему пойдет девушка моего брата, они завтра приедут на дачу, и пойдет Слава. Из Карениной семьи тоже там брат и папа ходили к костоправу, к этому нашему. Я не знаю, но моей маме, например, он очень сильно помог, и у меня мама просто такая же, как я, в том плане, что, знаете, на даче выпало много снега, и у нас просто, чтобы дойти до дома от ворот, это очень... Ну, как бы это не так, что зашел в ворота и сразу вот как бы дом. То есть, например, у Карины на даче, у них так, что заходишь в ворота, в калитку, и сразу же, по сути, немного шагов пройти, чтобы зайти в дом. А у нас не так. Как у нас надо весь участок пройти, чтобы попасть в дом. И моя мама решила, что она должна перекопать весь огромный наш участок, проделать тропинки, чтобы нам всем было очень классно ходить. Конечно, нам было очень классно ходить. Спасибо, мама. Но из-за того, что она решила сделать это все в одиночку, когда еще не приехали все на дачу и так далее, и снег каждый день выпадал и выпадал, ну, в общем, понятное дело, что она потянула себе там спину, ноги, руки, в общем, у нее все болело, как после лютой тренировки. И болела прям долго. Ну и, короче, и она сходила к этому Кастаправу, по-моему, уже три раза сходила, а он там делает какие-то чудеса. Такие мы странные, вся наша семейка. Я гомеопаты, мои родители Кастаправы. Ну, короче, не знаю, но в это уж, наверное, можно поверить, да, в этот человек. Причем у этого мужчины, я думаю, прям какой-то суперталант. И не знаю, верите вы в такие вещи или нет, что очень часто люди, у которых есть какой-то дар, у них, ну, например, не знаю, зрение очень плохое. И вот у него тоже вот такая тема, что он, ну, практически там не видит, но при этом он, ну, видимо, руками как-то, я не знаю, что-то чувствует. И мама мне рассказывала, что он просто берет твою голову, такой, типа, потом руки берет, такой, типа, ну, короче, типа, жестко вставляет. Все это дело крутит, вертит. И у моей мамы настолько были сильные боли после всех этих махинаций, движений, что она просто, ну, она не могла присесть элементарно. То есть у нее все болело очень сильно. Она там, не знаю, ну, короче, тяжело ей было. И он, короче, все ей сделал. После первого сеанса такой говорит, типа, давай приседай. Мама такая подумала сначала, типа, чего, чувак, я к тебе приехала, вообще не могу ходить нормально. А ты мне говоришь, давай приседай. И она присела, и нормально все, прикиньте. Ну, короче, не знаю. Но это все очень интересно. Поэтому сейчас собираемся. Собрала косметику, потому что... Потому что мы там будем не один день. Завтра у Славы Костоправ в 12. Потом мы едем на дачу. А, короче, суть в том, что Костоправ этот находится в минутах 15, наверное, от нашей дачи. Может, в 20 минутах. Я у него не была. Это я чисто по рассказам слыхала. И понятное дело, что ехать из Москвы, вот сейчас до дачи нам показывают 2 часа. Ну, час 58. Это типа нормальное время. То есть это прям без проб. Можно долететь. И понятное дело, что ездить каждый день к Костоправу... Ну, не каждый день. Надо 3 раза сходить к нему. Кому-то больше, кому-то меньше. Но обычно все равно 3 Сиатса нужно. Сюда... Это, кстати, мне подарили Сиатэ. Это я ж не знаю, сколько лет, 2000 каком году это было. Когда мы ездили в Лондон на мероприятие и вообще на знакомство с брендом Сиатэ, с которым я потом долго сотрудничала. И так было классно. Мы когда зашли в номер, они всем девочкам, кто был в этих поездках, подарили вот такие, как это называется, типа косметички. И вы, наверное, думаете, что это за буквы. Рассказываю еще раз. Я думаю, что все мои подписчики знают, что Пушман это мой псевдоним. У меня фамилия Гагетидзе. И это типа Улия, как по паспорту. Короче, у меня типа У... Улия. Ну, вообще, не знаю. То есть типа не Джулия даже. Ну, короче, вообще, знаете. Я ее до сих пор храню и всегда, ну, как бы использую ее обязательно. Просто она у меня такая, знаете, косметичка. Тут еще такое качество, что если что-то разольется, то все будет классно. Ну, в смысле, никуда дальше не потечет. И я здесь обычно перевожу. Вот когда на дачу еду или в путешествие, всегда здесь перевожу всякие умывалки для лица, тоники какие-то, там, пенки. И, в общем, все в этом духе. И пока я это все собираю, буду вам рассказывать, показывать, что я с собой беру на дачу. Смотрите на мои цветочки, они все еще стоят, потому что были подарены с дикой любовью. Пока я кушаю крабовые палочки, расскажу вам, что мне сегодня приснился просто ужасный сон. Я не знаю, правильно ли я делаю, что рассказываю, что мне приснилось. Но я думаю, какая-то дичь, я не знаю, мне было так плохо. Короче, мне приснилось. Я каким-то образом оказалась на операционном столе. И когда я очнулась, оказалось, что это была операция по смене пола. И я стала мужчиной, я не знаю, это был ужас. Причем мужчиной я стала только в одном плане, вот в этом, нижнем. И это, я не знаю, я в шоке, потому что у меня никогда не было желания почувствовать себя мужчиной. Я не знаю, я когда проснулась, у меня был такой шок. То есть суть в том, что это было не мое решение пойти на эту операцию, я этого не хотела. То есть это просто каким-то образом это сделали без моего согласия. Я не знаю, но я когда проснулась, я очень долго лежала и думала, господи, как я люблю быть девочкой. Как мне все нравится в моей жизни. И как это вообще... То есть суть в том, что я осталась такой же, какая есть. Все то же самое, только другое. И я такая, зачем вы это сделали, как я рожу ребенка. То есть это вообще... Я вообще, я реально была в шоке. Я, конечно, как всегда, давай читать в сонниках, что это значит. Не совсем пони... Не, ну, наверное, уж да. Я просто думаю, как... Я знаю примерно, да, как проходят операции по смене пола. Именно если ты мужчина и хочешь стать женщиной. Но как сделать наоборот, я даже знаю. Мы как-то с нами смотрели на каком-то сайте закрытом, я не знаю. Просто у меня Надюха, ну, вы сами знаете, в медицинском работает. Она видела столько всего разного. И есть какие-то сайты. Ну, я не знаю, что это за сайт. Это было, я не знаю, сколько лет назад. И мы там смотрели операцию по увеличению. Ну, вы сами поняли, чего. Такие дуры. И я, как я сказала, я представляю, и я смотрела тоже видосы, как делают эти операции. Как из мужчины делают женщину. В общем, по-моему, это даже на Ютубе есть такая вещь, если честно. Не, типа, я бы хотела всем сказать, что я нормально отношусь ко всем. Меня абсолютно не волнует, кто что с собой делал, кто кем хочет быть в этой жизни, кто кем родился и так далее. Мне это вообще, клянусь, у меня вообще по барабану, просто для меня лично я очень не хочу что-то менять в своей жизни. Мне нравится быть девочкой. И этот сон, который мне приснился, он меня действительно прям вот не то, что напугал. Я просто клянусь, я очень долго потом лежала и думала, как, господи, вот я не знаю, как я рада, что я девочка. То есть это, знаете, вот иногда бывают снятся такие сны, вот прям страшные. А для меня это был страшный сон, потому что... Потому что... Иногда снятся такие сны реалистичные. И ты так переживаешь во сне, и когда просыпаешься, ты еще долго думаешь об этом, приходишь в себя и, слава богу, успокаиваешь себя, да, как-то понимаешь, что все это сон. И это не наяву, у меня бывают такие сны, я их терпеть не могу, потому что иногда бывают неприятные сны, какие-то страшные сны, там, кто-то умер, например, не знаю. То есть это прям очень... И у меня даже бывают такие сны, что я плакала во сне и просыпалась, тоже плакала первые там секунды. Ну то есть это вообще ужас. В прошлом видосе, файлы, которые удалились, я зачитывала статью о мошенничестве. Уже снова зачитывать не буду. Я все заскринила, все записала, у меня все, все доказательства есть. В своем телеграм-канале я рассказала, сколько денег мне должен человек. Причем суть в том, что, еще раз повторюсь, я ему в долг не давала. Это был просто обман мошеннический. И как вы знаете, он каждый день кормит у меня завтраками, обещаниями и так далее. Я уже стоим за играми сказала, что мое цепенье кончилось, и человек действительно не понимает, что это того не стоит. Потому что этот человек работает с блогерами, с тиктокерами. И многие блогеры, например, знают этого человека. Самое интересное, что... Йоу, мэн, я же все расскажу. А я не хочу рассказывать, и я решила так, что если он меня все-таки решает не возвращать. А он, видимо, так и решил. Да, я человек терпеливый. Просто у меня всегда есть какая-то надежда на то, что человек осознает, что в его действиях нет логики. Типа та сумма, которую он мне не отдает, она не стоит того, чтобы на весь интернет я рассказала, кто этот человек, или обратилась в полицию. Я не знаю, о чем думает этот человек. Мне это просто даже до смешного. Как-то вещей много брать мне не надо, мне вообще особо ничего такого не надо. Взять пижаму, зубные щетки я уже взяла, и умывалки всякие. Взять какую-то одежду удобную, может, для дома. И просто теплую какую-то одежду. Я, в принципе, всегда могу ходить вообще в одном и том же. Мне не нужно как-то много вещей, по сути. Так заболталась, что забыла вам показать, чем вообще я пользуюсь. Вот такой штучкой я пользуюсь для умывания. Не знаю, хорошо ли вам видно, но должно быть видно. Для проблемной кожи, пересушенной в результате медикаментозного лечения, увлажняет и успокаивает. Притираю лицо мицелляркой от Simple Beauty. Видите? Видно, видно. Потом я уже умываюсь этой штучкой, и потом я использую тоник от La Roche-Posay. Тоже вот такой вот. Ну, мне нравится. Видите, сколько я уже потратила. То есть каждый день я ему протираю лицо. Бласьон для сужения пор с микроотшелушивающим эффектом на основе термальной воды. На-на-на. Вот, типа, переносимость доказанная на коже, склонная к появлению угревых высыпаний. Эффективно сужает и очищает поры. Ну, вот такая штука. Ну, мне нравится, каких-то у меня претензий нет. В принципе, все. Больше я ничего такого не делаю. Потому что я не знаю, что еще мне нужно делать. Мне пока этого достаточно, если честно. Чтобы я чувствовала, что у меня чистая кожа. Не знаю, может, что-то еще мне надо. У меня в комментариях много советчиков. Сейчас напишите. Кажется, мы готовы выезжать. У меня вся курска в тоналке. Вивиены, конечно же, очень рады этой поездке. Вот сколько всего нам с собой брать. Но это не самое даже большое, что бывало в нашей жизни. Так что, будем отправляться. Еще нам надо зайти в магазин. Мы сейчас едем на дачу. Я вам об этом рассказывала. Мы заехали в Мачдональдс. Скушали еды. Вот, дорога у нас дальняя. Но мы уже проехали меньше половины. Намного меньше половины. И нам осталось час 17. То есть, в принципе, мы минут 30 едем. Наверное, уже. Погода просто омерзительная. Просто ужас. Интересно вам мое мнение по поводу песни, которые исполнители, которые поедут представлять Россию на Евровидение. Если вам это интересно, то скажу. Мне не нравится. Мне не нравится. И вообще даже выникать не хочу. Просто мне не понравилась песня. У меня есть песни, которые я слушаю для души. А есть песни, которые я слушаю просто, чтобы расслабить свой мозг и не задумываться. Так вот, ее песня не подходит ко мне по моим вкусовым рецепторам. Эта песня не подходит ни под одно из двух. Это для меня не песня для души. И это не песня для того, чтобы расслабить мозг. Короче, в общем, в принципе, это все, что я хотела сказать. Мне не зашло максимально. Я знаю, что там какой-то смысл интересненький. Типа, не знаю, феминистский он там или нет. Типа, женщины сильные, классные. Давай, давай, вас сильные. Это как бы клево, да. Женщины молодцы. Но это типа не то, что я такая, вау. Она вот прям зацепила что-то в моем сердечке, дело поет. Ну, короче, блин. На самом деле мне не то, что пофиг, я к Евровидению перестала относиться как-то с уважением, наверное, даже можно так сказать. Потому что раньше, и по моей памяти, Евровидение это такой классный конкурс, там, куда приезжают люди со всего мира, со всех стран. Ну, может, не со всех, но большинства участвуют. Ты слушаешь, болеешь, отправляешь смски, волнуешься. И твое мнение, твои оценки что-то решают. А сейчас это просто, мне кажется, какие-то политические игры. И понятное дело, что каждый раз, когда от нашей страны отправляют какие-то вот такие песни, ну, я сразу понимаю, что это делается специально, чтобы мы не победили. Но у меня других мыслей больше нет на эту тему. Зачем еще отправлять такие песни? Ну, нет, кому-то может и понравиться, кто-то, может, кайфует и каждый день слушает в своем плеере это. Но, понятное дело, на вкус и цвет, но мне максимально не зашло. А, как правило, если мне максимально не зашло, то, скорее всего, и много кому тоже не зашло. Поэтому Евровидение в моем детстве, скажем так, подростковом возрасте, еще когда, я помню, Дима Билан победил в 2008 году, это было что-то нереальное. Евровидение ждали просто все, каждый год, волновались, ждали, переживали. Реально, то есть это было такое классное время, когда шло Евровидение, вот в моем детстве. Там семьи объединялись, сидели, смотрели, слушали, переживали. А сейчас... Перейди камера на полосу. Сейчас настолько все это испортилось в моих глазах, по крайней мере, что грустно. Поэтому, в принципе, вот даже не знаю, если помните, раньше у нас с Кариной была традиция приезжать на дачу и смотреть вместе Евровидение. Это было офигенно. Просто офигенно. Мы реально волновались. Мы записывали там в Твиттер, писали, кто нам нравится, кто не нравится. Писали там какие-то баллы от себя ставили. Ну, то есть для нас это было настолько интересно, настолько важно и классно. А сейчас мне настолько плевать. Ну, понятное дело, послушать песню я должна была. Ну, так что очень интересно, как вам. Напишите тоже в комментариях, понравилось вам или нет. И что вы вообще думаете? На самом деле, я в телеграме своем, кстати, ссылка в описании, уже делилась своим таким мнением, что для меня Евровидение сдулось уже очень давно, и это перестало быть для меня каким-то волшебным моментом, традицией. Ну, просто вот. Очень грустно, когда традиции исчезают. Не знаю, буду ли я смотреть Евровидение в итоге. Наверное, да. Почему нет? Посмотреть, кто знает. Просто еще про Евровидение я сейчас вспомнила, потому что вспомнила про этого рыбака, который победил. Прикольная песенка была. Вот, блин, раньше вообще-таки песни классные были на Евровидении. Вот я прям вообще помню пипец. Я все, ну не все, но очень много песен добавляла себе в плейлист после Евровидения. И других стран, понятное дело, я прям обожала. А сейчас... В общем, ладно, покажу вам немножко грязной дороги. Так вот мы едем. Это сейчас я еще помыла стекло. До этого все было в грязи. Очень неприятно, на самом деле, ехать по такой дороге. Видите, на обочине сколько грязи. И вот особенно, когда большие машины приезжают, вообще отстой. У меня все стекло грязное. Не знаю, видно вам или нет. Фу, так не нравится, так некомфортно. На улице грязь, машины грязные. Прям не нравится. Так что едем. Привет, ребят. Новый день. Посмотрите, какая погода. Снег просто валит. Лютый. Сегодня я проснулась в 11. И сейчас, в последний час, спала. Мы вышли с Юбой на улицу, чтобы она сходила в 100 лет. Паши. Снега навалило. Кошмар. Просто. И он до сих пор падает. Сумасшедший. У меня уже все в снегу. Сейчас мы лежали, дремали. Слава сегодня был у Костоправа. Но он, кстати, нормально себя чувствует. Не так жестко, как могло бы быть. И молодец. Снежок очень мягкий. Я думаю, из него можно сделать классного снеговика. Пошли, пошли домой. Ты уже сходила. Пойдем, пойдем. Мил, нет. Мил, по-моему, вряд ли ты это делаешь. Давай, я беру тебя. Давай, беру. Ну, ты что, продолжаешь идти? Вот так. Том Муля сейчас будет тебя целовать. Привет, Дэй. Привет. Мы со Славой весь день валяемся. Встал он рано. Поехал Костю себя вправлять. Да, сегодня такой был экспириенс такой. Ну, рассказывай. Ну, это какой-то очень странный Костоправ, потому что он слепой. Он, чтобы тебя увидеть, ему надо прям... Прям вот так вот. Вот, и вообще такое, ну, такого не бывает, да? То есть, обычно они все, все должны все там видеть, все. Но он как будто ощущает чем-то другим, он как будто руками видит, он как будто... Короче, он какой-то вообще волшебник. Ну да, типа есть какой-то дарт. Да, да, у него удар стопудово. И вот... О, покажи, да. У меня засосы здесь. Это на самом деле у тебя лопнули капилляры, потому что он тебе там все крутил, вертел. Да, он мне нос вставлял, черепушку мою тоже крутил. Она скрипела вообще так. Так интересно. Да. Спину по груди херачил. Ну, у меня был опыт с костоправом, ну, в более раннем моем возрасте. Лет 10 назад в Патияхе приезжал к нам какой-то костоправ, он делал очень больно. Я даже просил его тормознуть, говорю, ну, остановитесь, пожалуйста, мне больно, нереально больно. А у него было, ну, терпимо. Ну, было неприятно, но терпимо. То есть, он, ну, как-то не мучил меня. Завтра вот еще раз приду. Ну, мама говорит, что завтра тебе должно быть больнее, потому что считай, он тебе сегодня сделал неприятность, как бы устраняет твои проблемы, но при этом кости-то все равно от этого не привыкли. Им это, ну, наверное, все равно ломит как-то, да? Ломит. Вот, я думаю, что завтра утром или под вечер может еще больше будет ломит. Это знаешь, как после тренировки сильный. То есть, обычно ты жестко потренировался, мышцы на следующий день обычно болят хорошо, а в этот день они так сильно еще не болят или под вечер начинают. Я думаю, завтра вообще будет трэш, потому что он на твоей, ну, вот эти вот болячки будет. Да, все возможно. Ну, он сказал, что у тебя в шее, да, что-то. Да, он мне первое, что сказал, прыгал, да, в воду прыгал. Я говорю, ну, да, я плавал. Ну, в смысле, говорю, что в бассейне плавал. Она говорит, нет, ты прыгал, а я лет, ну, тоже давно, даже я не посчитаю, лет 10 назад тоже в Крыму прыгал с очень большой скалы вниз в воду и прыгнул, видимо, не очень хорошо, неправильно. То ли у меня сместилось что-то, то ли какие-то зажимы есть внутри сосудов, и он это очень все сразу увидел. Первый вопрос, который он задал. Ну, вот, и что-то у меня еще шеи сзади. Ну, он посмотрел, сказал, 27, ой-ой-ой, типа, 27 это очень, ну, типа, сложно будет исправить. Но он сказал, что надо работать над этим. Правда, я пока не понял, что у меня там за проблема. Он очень странно разговаривает. Он, грубо говоря, слепой, но он, я так понял, что он реально какой-то волшебник. Он все это видит глазами, хотя и видит плохо. И он очень странно разговаривает. То есть, он спросил, кто я, кем работаю, там, туда-сюда, и начал меня грузить какими-то непонятными словами. Просто я не понимаю, о чем он говорит. Я пытаюсь вникнуться. В этот момент он мною хрустит. Ну, да, типа, заговаривает, забалтывает тебя всякой ерунде, чтобы ты пытался подумать о том, что он тебе говорит. Да, ну, я в какой-то момент начал вообще его пугаться, честно, потому что он, что, по понятиям, да, ха, пи, чш, короче, что-то очень странно, ну, там, непонятно, очень непонятно. Я думаю, что не все так, ну, спокойно на это могли бы обращать внимание. Я прям немножко поднапрягся, но потом уже под конец я смирился. Уже такой, ну, ладно, все, да, да, конечно, да, все, вы правы, да, там, ну, просто начал как-то... Делается для того, чтобы отвлечь от главного, от того, что он крутит, вертит. И вот, такой вот у меня опыт. Я так волновалась за тебя, думала, что он тебя там вообще так все накрутит, наверстит, что ты будешь вообще еле просто ходить в первый день. Ну, ты нормально такой достаточно бодренький зашел. Ну, можно я еще раз ты за соус разгляжу? Давай. Вау. Представляете? Да, мне как будто. Ну, что, если ты мне в костоправу ходил? Извини, конечно, выглядит так, как будто он тебя душил, пытался убить. А он мне очень... вот здесь шею, по шее проходил, да, да. Пальцами нажимал? Пальцами, все здесь, челюсти, все вот здесь вот хрящи какие-то он мне вправлял, это было, ну, жестко. Первое, что Слава мне сказала, когда только зашел, говорит, посмотри на мой нос. Да, он и нос меня вправлял. Всегда был ровный. Уже немножечко, ну, на пух. Да. А сейчас уже полегче уже. А, тебе говорю, проведи вот так, а я провожу ничего не пневмоносков. Да, не, не, он на пух. Я шо так твой нос постоянно не трогал. Он здесь у меня красноватый был, ты не заметил. Ну, посмотрим. Может быть, он тебе там что-то починил вот эти перегородки, мало ли. Вообще. Вообще. Живнешь задыщешь новой жизнью. Сил нет. Я думаю, все это из-за снега, из-за погоды. Мы лежим, смотрим телек всякие какие-то передачи, как ищут бриллианты. Можно включить Apple TV. И смотрим телек. Привет, ребят. Мы уже дома в Москве. И я сегодня не красилась. Потому что мы ехали с дачи. И я вообще не знаю, что я планировала. Наверное, я думала сегодня приехать и просто отдыхать, лежать. Потому что у меня сегодня утром начались дела. И я как... Ой-ой-ой. Тише-тише. В своем телеграм-канале я рассказала о моем решении, как я поступлю с мошенником, который меня нагнул, кинул на бабки. Вы знаете меня. Я не хочу так говорить. Да, типа, как будто бы, ой, посмотрите, какая замечательная, хорошая. Но я, честно, считаю себя хорошим человеком, который никогда ничего, там, какого-то такого не делает, знаете, какой-то грязи. Да, мы, бывает, там, в реакциях шутим. Можем кого-то, там, сказать свой поступок тупой. Человек вообще не соображает. Но когда, действительно, человек творит какую-то дичь. То есть просто так мы никогда никого, там, ничего. И не я. Я никогда вообще никому ничего не желаю плохого. Никогда чужого мне не надо и не беру. След. Ну, ладно, ничего. Все равно же сикарное. Просто шок. Человек обманным путем забрал у меня 350 тысяч. 60 тысяч он мне вернул. И так как я в мошенничестве не разбираюсь, потому что обычно я с этим не сталкиваюсь, и я никогда никого нигде не обманывала, никогда чужого к себе там что-то не присваивала, не забирала, никого не обманывала. Так что, типа, да, деньги нет. Я вообще считаю, что это грех. Ну, короче. Мне сказали то, что он мне вернул столько денег, 60 тысяч, чтобы сумма была меньше 300 тысяч, 300 тысяч. Потому что меньше 300 тысяч, это, типа, административка. И если я пойду в полицию, ну, как бы, я думаю, к нему просто домой придет участковый и скажет тебе, ну, короче, деньги верни. Типа, а он скажет, я сейчас не могу, у меня там нога болит, жопа болит, не могу вернуть. А участковый скажет, ну, ладно, ну, просто верни потом, типа, ну, верни. Ну, короче, я не знаю, я не гарантирую, да, что так все работает. Но, типа, такого, что приезжает полиция, у него наручники, гони бабки, ла-ла-ла-пау-пау, такого не будет. И этот чувак, да, который обманул меня и все такое, он сто процентов, я не хотела, он делает так не первый раз. И, как я уже много раз вам говорила, что мне смешно, его действия, его поступки, они меня смешат, потому что он ничего не боится, как будто бы. И вот сейчас у меня выходит этот влог, я приехала в Москву, и в своем телеграм-канале я сказала, что я буду снимать видео про него. все, возможно, вы все узнаете, да, своего героя в лицо. Ну, не знаю, да, в итоге дойдет до этого или нет, я не хочу искренне этого делать. И даже не знаю. Человек каждый день, конечно же, продолжает мне рассказывать разные сказки. Сегодня он мне вообще рассказал, что у него мама болеет. И я, не знаю, просто я человек, типа, добрый, я бы никогда не стала шутить такими вещами, поэтому мне очень часто хочется судить людей по себе и подумать о том, что это, ну, как бы, правда, не дай бог, там, всем здоровья, и, ну, как бы, типа, все, я понимаю, ну, типа, решай вопросы с мамой, там, пусть не болеет, еще что-то, но у меня очень конкретное понимание того, что это вранье. И, ну, как бы, блин. Потом я позвонила некоторым знакомым блогерам, рассказала им ситуацию, рассказала им, что это за человек. Ну, типа, просто позвонила, говорю, привет, помнишь этого чувака? У тебя, случайно, с ним никаких терок таких не было? И, в общем, просто позвонила нескольким людям, с которыми я знаю, что он работал, рассказала всякие байки, которые мне рассказывал этот чувак. Если дойдет до того, что видео, которое я сниму про него, я выставлю, вы тоже все это узнаете, это просто дичь. Я говорю, что вот, он мне постоянно рассказывает, что у него там какие-то проекты подтверждаются и так далее, и кто-то из блогеров, кому я звонила, мне отвечает, он до сих пор этим занимается, то есть это, ну, такой человек, мошенник, знаете, который делает это постоянно. Я не знаю, мои подписчики в Телеграме не все поддержали мою идею именно того, что я сейчас расскажу, но в моих планах снять про него видео, рассказать, кто это, что это, прислать ему, и прислать ему это видео и сказать, типа, вот, на согласование. Посмотри, пожалуйста, все нормально, сказала. Мне очень интересно посмотреть на его реакцию. Я не знаю, что он скажет, но у меня было в плане что-то в духе, или, ну, как бы, вот у тебя чаши весов, либо, да, ты забираешь 290 тысяч, которые ты мне не вернул. Кто-то еще писал в Телеграме, типа, господи, Юля, ты же богатая, зачем тебе эти деньги, вообще забей. Вы знаете, богатые люди свои деньги берегут, и своими деньгами вот так вот не дарят им всем попало, поэтому они и остаются богатыми. Да, дело даже не по богатству, дело в том, что это просто не по понятиям, это что такое. Для меня это хорошие деньги, для меня это хорошая сумма, это деньги, которые я заработала, и почему я должна их просто дарить какому-то мошеннику. Не должна, я не считаю, что должна. Ну, короче, я не знаю, я пока, если честно, еще не знаю, как я поступлю, как карта ляжет. Сложно пока сказать, нет желания раскрывать личность человека. Я имею дикое желание выставить переписки какие-то, какие-то голосовые включить, но я не знаю, насколько я могу это сделать. В любом случае я 100% могу, я могу сказать то, что я ему писала, и могу включить свои голосовые, я так думаю, потому что это моя голосовая запись. Ну, короче, я в любом случае проконсультируюсь с юристом, я думаю, что я сниму видео прям по полной катушке, отправлю юристу, и может быть он скажет, типа, не, вот это нельзя делать. Это видео разлетится по всему интернету, я это гарантирую. У меня много друзей и пабликов очень крутых тоже, и очень много блогеров, которые меня с радостью поддержат. Ну, короче, я просто знаю, что некоторых блогеров он шантажировал. Меня этот человек абсолютно не пугает, что он сделает, сольёт мой номер телефона. Вот как рассказывают, да, что типа после смерти, не то, что ты попадаешь в ад или в рай, а типа тебя встречает бог, и, ну, типа суд, да, вот божий. И вот я как будто бы, как бы это жёстко не звучало, ну, в общем, я ему дам выбор, да, смотри, верни, да, ты мне нервы помотала, верни, но я не хочу как бы каких-то вот этих огласок, я это не люблю, да, я уже много чего рассказала, но просто я знаю, что если я сейчас возьмусь за это дело, это видео выйдет, ну, мне, с одной стороны, хорошо, наверняка будет много просмотров, да, и как бы заходить много, кто будет на страницу мою, но я не люблю всю вот эту тему, и, в принципе, грязь какую-то, хотя это не грязь, это правда, то есть меня точно, я точно не боюсь там, что я скажу где-то неправду, потому что у меня есть все доказательства всего. И посмотрим, что он выберет. Посмотрим, не знаю, либо он выберет вернуть мне деньги, и чтобы это видео, которое я сниму, никуда не выходило, или он выберет забрать себе мои деньги, хотя, казалось бы, если честно, это видео, мне кажется, уничтожит его репутацию. Я знаю, что у нас все очень быстро забывается, ты можешь наделать делов, что-то сказать не так, все что-то, а потом через пару месяцев никто об этом особо даже вспоминать не будет, ну, как бы нет института репутации у нас, я знаю. Но как минимум на полгода, я лишу его работы, потому что ни один уважающий себя блогер не захочет иметь с ним дела, да и просто не знаю, кто захочет с ним иметь какие-то дела в конечном итоге, потому что я расскажу много всего, что я еще узнала. Короче, я не знаю, март у меня насыщенный очень получился, и я, если честно, устала уже от этих разборок, от этих сумасшедших людей, конченых, я про разных все студии говорю, вы здесь ни при чем, я про других, от всяких мошенников, я его знаю, миллион лет, что-то миллион лет, и от других знакомых блогеров узнаю, что он просто всей Москве должен деньги. Я просто не хочу, чтобы этот человек думал, что все нормально, и меня больше всего бесит, что, скорее всего, он захочет вернуть мне деньги. А что, если он дальше будет людей обманывать? Я понимаю, я думаю об этом тоже, что в идеале выпустить это видео. Ну, короче, я подумаю, ребят, не знаю, может он мне вернет деньги, я все равно выпущу видео. Не знаю, я пока не знаю, в любом случае, что-то одно будет. Просто подписчики мои в телеграме сказали, типа, не надо ему ничего присылать, просто сразу выставляй, все, забей на эти деньги. Если честно, больше хочу вернуть свои деньги, чем какие-то скандалы устраивать. Хотя он заслуживает, я считаю, наказание. Ну, не знаю, в любом случае, я всегда говорю, бог накажет. Что я? Я не судья. Короче, не знаю. Все, на этом все. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Следите, ждите новостей. И еще я думаю начать снимать неделю влогов. Но пока не знаю, очень хочу, но, в общем, посмотрим, как карты ляжут. У меня в планах еще много всего снять. Надеюсь, что все это успею. Просто у меня сейчас хорошая неделя, должна выдастся съемки, классные мероприятия, поэтому не знаю, либо это будет неделя влогов, либо просто влоги. В общем, ладно, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока. Спасибо.